как восстанавливать сильно разрушенный зуб витальный но без первого новый биджи дентал кейс специально для вас поехали рады приветствовать снова на нашем youtube канале в очередном выпуске биджи дентал кейсов на этот раз будет очень интересный случай продемонстрирован когда шла комплексная реабилитация и в рамках неё перед лечивая зубы удаляя старые реставрации пломбы обнаружили что один зуб очень сильно разрушен при этом он является витальным и ну скажем так была достаточно серьезная такая дилемма внутренняя каким образом этот зуб восстанавливать убивать ли его ставят ли туда штифт вкладку коронку либо пойти по пути адгезивной стоматологии ну об этом как раз таки мы и поговорим смотрите и так показываю вам очень скажем так один из фрагментов данного кейса тут у нас системное восстановление зубов будет производиться но конкретно обсуждать с вами сегодня будем вот мы вот этот квадранта это нижние зубы с правой стороны и так семерка в принципе без вариантов видно что зуб не витальный установлен такой позолоченный штифт или зуб инкрустирован штифтом а вот касательно 6 зуба интересная ситуация получается мы тут с вами можем увидеть со старта что зуб состоит из многочисленных пломб поставленных ранее и так вот у нас одна из цервикальная пломба вот одна такая вот вестибулярная какая-то вот здесь еще пломба в общем зуб по сути представляет собой коронку вылепленную во рту из композита причем из многочисленных порций и по словам пациентки такая работа стояла у нее порядка по моему пяти лет то есть пять лет вот эта вся история просуществовала и дожила до момента когда к нам пациентка обратилась с целью эстетической реабилитации и так после того как мы убрали все эти пломбы все эти реставрации мы получили вот такую интересную ситуацию примерно такое лицо было как раз у меня когда я все это увидел потому как обращаю ваше внимание у нас с язычной стороны да вот давайте мы сейчас с вами пройдемся вот здесь вот да вот с язычной стороны вы видите зуб находится ниже уровня десны с дистальной стороны тоже то есть вестибулярной стороны буквально там чуть-чуть он зуб на десной какие-то фрагменты сталактитов присутствует но скажем так то что мы видим это недостаточно для нормальной полноценной макро ретенции который мы в принципе с вами на которую мы в принципе хотим рассчитывать поэтому здесь стояла дилемма как я уже сказал реально боролся внутри себя с мыслью о том как же это зуб восстановить сделать туда коронку тогда нам понадобится штифт или вкладка и так дальше но на тот момент достаточно старый случай не знаю сколько может лет на лет восемь-девять у нас получается что адгезивная стоматология очень круто развелась да и были концепции восстановления зубов без ферла так называемые тейбл топ реставрации далее окклюзионные виниры кстати об окклюзионных винирах мы подготовили онлайн мастер-класс который как раз таки называется венера на боковые зубы и окклюзионные виниры в том числе там их подробно покажем и расскажем вам показания к окклюзионным винирам как их препарировать в прямом эфире это будет продемонстрировано 5 различных степени техник препарации будет зубы верхней и нижней челюсти будет подробно поэтому будет очень круто буду всех рад видеть на нашем онлайн мастер-классе привет друзья это видео о преимуществах которые вы получите на наших онлайн мастер-классах 1 эффект присутствия это уникальная фишка нашей академии которая в буквальном смысле переносит вас в наш учебный центр и вы находитесь здесь и сейчас рядом со спикером учебный процесс фиксируется на камеру микроскопа а также на несколько видео источников которые пишут общий и крупный план таким образом вы видите весь процесс в самых мельчайших деталях отсюда вытекает второе преимущество эффективность скажите что может быть лучше визуального контента с подробными детальными объяснениями вместо скучных слайдов и лекций третье преимущество это удобство вы можете учиться где угодно на работе дома на беговой дорожке с телефона с компьютера с планшета до сего угодно подключайтесь онлайн образование белоград академия вывела на принципиально новый уровень так вот на тот момент в литературе было достаточно большое количество статей по поводу вот этих вот окклюзионных виниров к вообще абсолютно плоское соединение между зубами и реставрациями из достаточно хорошей выживаемостью поэтому я принял решение ну как бы попробовать дали скажем взять это в свою практику была произведена изоляция робердамом зубы подготовлен у странен кариес провели пескоструйная обработку дополнительная изоляция при помощи тефлона видите да вот с вестибулярной стороны чтобы десневой сосочек туда не попадал с боковой проекции как выглядит зуб и мы выполнили в этом случае технику немедленного запечатания дентина об этом мы много говорили кстати на нашем youtube канале кто смотрит возможно впервые или не видел у нас в плейлистах есть вебинар мини-вебинар бесплатный по технике немедленно запечатана не дентина где подробно рассказывается как это делается и зачем это делается а также есть в разделе интервью или dental talks но это правда на английском языке там есть интервью с автором данной методики с паскалем они на нашем youtube канале пожалуйста смотрите будет масса прикольных инсайтов если вы не знакомы с этой техникой вы можете почитать статью паскалем они вот здесь я вам ее привожу привожу скажем необходимость в использовании этой техники что хорошая адгезия к свеже срезанному дентину протекция дентина контоминации бактериями и доказано уже в последующем сейчас я вернусь на предыдущий слайд секунду тут у нас получается что 2005 год статья да и медиа дентин цилинг статья 2005 года в последующем появилась огромное количество публикаций скажем так относительно свежая это публикация в журнале протетической стоматологии или ортопедической стоматологии за 2017 год показано что аппликация адгезива перед цементом то есть немедленно запечатание дентина дает высшие результаты лучшие результаты по адгезии по силе сцепления к адгезивным цементом до композитным цементом вот вам вся история то есть по сути техника немедленно запечатание дентина сейчас просто подытожим быстро очень усиливает адгезию ваших непрямых реставраций в последующем вот такая история приняли на вооружение данную методику сделали провели запечатывание дентина сразу же после запечатывания дентина вот как это выглядело обращаю ваше внимание на 5 зуб нижний да вот он препарирован по типу винир накладки с перекрытием полностью кружиной поверхности по причине того что было кариозное поражение стенки тонкие нам пришлось их скажем укреплять путем редукции и перекрытия всей жевательной поверхности и заход на вестибулярную поверхность данном случае было обусловлено эстетическими требованиями пациентки потому что мы работаем с изменением цвета то есть об этом и так же будем говорить на нашем онлайн мастер-классы ссылку на который кстати вы найдете в описании к этому видео и так с боковой проекции вы видите сейчас как выглядит зуб после запечатывания дентина подготовлена нижняя челюсть к протезированию дальше идет у нас этап фиксации непрямых реставраций изоляция робердамом пескоструйная обработка здесь кстати очень важный момент чтобы хорошо сцепиться дали получить хорошую адгезию с техникой вот зоны запечатанного дентина он был запечатанный адгезивом конечно же потом перекрыт композитом так вот пескоструйная обработка оксидом алюминия или оксидом алюминия покрытый стеклом или силика еще называется да хорошие достаточно результаты имеются в литературе клинические результаты и так дальше некоторые авторы рекомендуют после этого покрыть еще композит до керамическим сила на потому как в самом композите есть наполнитель кого является стеклом вы получите еще химическую адгезию к этому то есть протокол выглядит следующим образом сейчас мы быстренько по протоколу пробежимся по вот такому продвинутому скажем протоколу значит что делается делается протравка да вот это вот протравка пла этой фосфорной кислотой рта фосфорной кислотой там эмали в течение 30 секунд потом очень быстро такое очищающее протравливание всей этой поверхности за буквально 5-7 секунд протравили смыли просушили потом наносится давайте вот так желтым будет у нас наносится сила тот который для керамики сила на композит наносится одним слоем ждете пока он там испарится или можете ускорить процесс на самом деле фотополимерную лампу взяли буквально 40 секунд посветить просто фотополимерная лампа будете выделять тепло и тепло запускать каталитическую реакцию между силанами стеклом который в этом позите содержится и после этого вы давайте вот такой цвет возьмем белый после этого вы все перекрывать адгезивом согласно инструкции производителям и получаете готовую поверхность к адгезивной фиксации вот такая история вот уже после того как мы это все зафиксировали такой достаточно толстый кистой слой керамики не что получается там на в адгезивной технике получили вот такой результат пациентка до сих пор ходит с данной реставрации уже прошло много лет и уже не помню честно там сколько говорит там 8 9 может быть может меньше сможет 7 надо посмотреть в общем но результат превзошел все мои ожидания мы получили хорошую как бы картинку зуб остался витальным все функционирует все здорово и поэтому я лично могу на своем опыте подтвердить факт того что адгезия существует до что вот зуб в данном случае восстановленный без феррула в адгезивной технике также можно таким образом поступать сохраняется колоссальное количество витальных зубов зубных тканей за счет адгезивного соединения правильного и вы получаете хорошие отдаленные результаты вот в принципе все на сегодня надеюсь было полезно кто на нас еще не подписан подписывайтесь не забывайте ставить лайки комментировать вот что-нибудь не знаю напишите что-нибудь хорошее в конце концов хотя очень много позитивных отзывов на самом деле у нас на youtube канале за что вам отдельное спасибо и что я хочу вам пожелать крепкого здоровья и да прибудет с вами дентальная сила увидимся в следующий раз пока